Сегодня у нас в гостях прекрасная талантливая молодежь. Прекрасный проект, который называется «Мой край, мое дело». И сегодня участники этого замечательного проекта у нас в студии. И я представлю прекрасный Всеволод Тересунько, да, да, по машине, да, изобретатель, видно сразу, да, по нему, Алиса Суетина и София Черных. Доброе утро, ребят. Доброе утро. Кто-то уже не первый раз участвует в этом проекте, да, масштабном, кто-то первый раз, да, кто у нас первый раз участвует? Я. Да, ну, как вот, немножко о проекте можешь рассказать? Понятно, ребята уже не один год выступают. Для тебя, что это для тебя значит? Участвовать в таком проекте? Здравствуйте. Для меня участвовать в таком проекте, это значит незаменимый опыт, потому что это вообще пригодится в разных областях. Так, хорошо. Мы поговорим о том, что девочка одна, да, изготовила, как нам известно... Не изготовила, а придумала макет остановки, которую реально воплотили в жизнь, построили на одной из территорий нашего края. Это ваша коллега, вы, наверное, знаете об этом. Она, к сожалению, сегодня не смогла к нам приехать. Но, тем не менее, есть ли у нас видео у этой остановки? Если есть, давайте посмотрим. Ну, хорошо. Ну, в основном в конкурсе участвуют люди, которые заинтересованы в реализации этих проектов. То есть, бывает, конечно, какой-то процент, что пришел кто-то, ну, потому что его заставили, такое случается. Вот, но в основном, конечно, люди, дети, вот, замотивированы их реализовать, потому что их волнует. Потому что они решают, грубо говоря, проблемы, которые их и беспокоят. О ваших проектах можем раскрыть какие-то тайны? Какие у вас проекты, которые вы готовы к этому конкурсу уже представить? Ну, лично я в прошлом году, когда участвовал в конкурсе в номинации «Лидер», я представлял свою детскую общественную организацию «Содружество» и проект музыкального клуба «Территория звука», вот, который мы вот реализовывали на территории микрорайона «Солнечный». А что это? Объясните нам, вот мы не понимаем, что «Территория звука», что это? Ну, дети, получается, зачастую выступают от детских общественных организаций, которые имеют свою цель преобразования позитивной территории. Вот, например, детская общественная организация «Союз молодежных сил» в городе Зеленогорске или «Спектр» из Норильска. Вот, а «Территория звука» — это проект, который вот я реализовывал своей организацией. Это, грубо говоря, ну, собрание музыкантов, которые проводят свое время, учатся, обмениваются опытом, вот, и вот это так, все очень камерно. Все, вот вы уже разговариваете, как будущий чиновник. Говорите, говорите, говорите. А о чем суть-то непонятно? Вот где они собираются? Вы что именно предлагали? Построить какое-то здание? Нет, мы собирались на территории школы, вот, приглашали разных участников, вот. Получается, творческие люди собирались в одном месте? Творческие люди собрались в одном месте, да, и у каждого там могут быть свои цели. Это и кто-то может приходить научиться играть на гитаре, может кто-то просто потусить, грубо говоря. Может кто-то рассказать то, что он знает, донести это. Вот с целью обмена информацией именно в творческой сфере это и создавалось. Напрямую, типа тренинга такого, наверное. Да, но я так понимаю, что, да, какие-то молодежные центры, вот, как есть, наподобие пилотов в Красноярске. Ну да, 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 что такое только музыкантов. А вот, да, девочки, у вас что, какие ваши проекты? Алиса у нас почти коллега, правильно? Ну да, я в прошлом году тоже участвовала в номинации «Лидер года», и у меня был проект «Наше свое волонтерское движение», где мы как бы собирали ребят на территории Дома детского творчества в городе Девногорске и объясняли им азы, как нужно, как и что должны делать волонтеры, вот. И, как бы, такой распространенный вопрос, чем отличается территория 2019 от вот этого самого проекта. Мы, как бы, вот этих детей подготавливали к самой территории 2019. Спецагенты, готовили спецагентов, которые незаметные такие, которые все смотрят, да, все следят. Я прошу прощения, а сколько вам лет? Шестнадцать. И вы уже готовите кого-то на серьезный проект? Да. Господи, ты боже мой. Мне гораздо больше раза в два с половиной, а я еще никого не подготовил в своей жизни. И, видимо, что-то делаю не так. Что у тебя? У меня проект не связан с общениями между людьми. Это, скорее, социальный проект инфраструктуры. Потому что, знаете, у каждого города есть своя стелла. Но не у всех она в пригодном состоянии. У кого-то расписанная, у кого-то грязная, вот у кого-то она вообще упала. И проект связан с тем, чтобы призвать людей вообще обратить на это внимание правительство. Ну что, вот это чье видео сейчас мы видим в эфире, ребят? Это... Это мое видео, представляющее медиашколу, которое находится в Дворце Пионеров, и в котором мы все вместе учимся. Вы большие молодцы. Мы гордимся, что такая молодежь у нас есть. Да, прекрасный проект «Мой край, мое дело». И сегодня у нас в гостях были непосредственно участники. Всеволод Тересунько, Алиса Суетина и София Черных. Вам желаем, конечно, только побед и хороших проектов. И ждем вас снова в гости. И, главное, улыбнитесь. Ребята, ну, последний, наверное, вопрос сегодня завершающий. Кем хотите стать в будущем? Это очень трудный вопрос. Это должен быть для вас уже легкий вопрос, если вы так серьезно принимаете участие в общественной жизни. Итак, кем себя видите через 10 лет? Тренинг вот начинается, походу. Спасибо за ответ. Это очень сложный вопрос. Пока не определились, но молодость на то и дана для того, чтобы когда-то открывать для себя миллиард путей и из него выбирать один. А может быть не один, может быть десять. Несколько путей для тех, кто потребляет и продукты, и услуги, мы готовы открыть прямо сейчас. Наши коллеги из полезной программы вам в этом помогут.